В Астане скоро появится два автовокзала, а земельные участки под данные проекты уже выделены. Газета «Казахстанская правда» пишет о сроках строительства. В Астане планируется построить два автовокзала на выездных магистралях в направлении городов Кустана и Караганда по схеме государственно-частного партнерства, сообщает Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Акимата столицы, в настоящее время по проектам объектов автовокзалов уже разработаны технические обоснования и направлены на госэкспертизу. Строительство автовокзалов планируется начать в первом квартале 2015 года. Сроки могут быть скорректированы по итогам проведения конкурса на определение консессионера. Сейчас на территории города работают 8 компаний, которые обслуживают 50 маршрутов. Автопарки насчитывают 890 автобусов, ежедневно на линию выходят 734 единицы. Строительная отрасль превращается в кружок самодеятельности. Такое заявление вице-президента Ассоциации некоммерческих организаций «Семея» Николая Исаева публикует газета «Караван». Оценка, к сожалению, невысокая. Во-первых, сегодня отсутствует школа строительства. Если в 1960-е и 80-е годы о профессионализме казахстанских строителей знали далеко за пределами нашей республики, от Центральной России и Украины до Прибалтики, то теперь складывается ощущение какого-то кружка самодеятельности на стройплощадках. Стоит ли удивляться тому, что новостройки рушатся, если строителей учить некому? К примеру, в «Семее» сейчас нет ни одного училища, а в советское время их было два. Там готовили монтажников, кровельщиков, штукатторов, муляров, каменщиков, плотников, стеллеров. А в каждом строительном тресте был учебный комбинат, где каждые 4 года проходили дополнительное обучение все специалисты – от бригадира до начальника строительного управления. Сейчас ничего подобного нет. Юридическая фирма жены бывшего британского премьера Тони Блэра Черри Блэр заключила контракт с правительством Казахстана. Компания «Омния Стратегия» должна будет сделать обзор казахских двусторонних инвестиционных договоров. Подробностях в газете «Курсив». Соглашение между юридической фирмой и Казахстаном было заключено в феврале 2014 года. Согласно контракту между «Омния Стратегия» и Министерством юстиции Казахстана, работа юридической фирмы будет разделена на несколько этапов. На первом этапе компания получит от Казахстана 120 тысяч фунтов стерлингов. Второй этап проекта, который также продлится три месяца, будет стоить казахскому бюджету от 200 до 250 тысяч фунтов стерлингов. Стоимость услуг компании жены британского экс-премьера на третьем этапе юридической экспертизы пока не определена. Отмечается, что обычно фирма «Черри Блэр» берет со своих клиентов 1150 фунтов стерлингов в час. Однако для Казахстана будет сделана скидка – 985 фунтов стерлингов в час. Казахстана 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 Продолжение следует...